Приветствую вас. Для начала работы с вами. И прежде чем отвечать на ваш вопрос, собственно говоря, мне бы хотелось раскрыть некоторые особенности, которые, на мой взгляд, нужно обязательно осветить, прежде чем можно будет о чем-то говорить дальше, и чтобы при этом не вызвать у вас какого-то негатива, вот, от поражения, ну и так далее, да, чтобы вы адекватно вас приняли то, что я хочу сказать вам. Дело в том, что проблема, которая у вас есть, особенность, которая у вас есть, она появилась в результате выработки вами некого безопасного поведения. То есть, вы же понимаете, да, что будь у вас совсем все хорошо, такого бы не было. Значит, вы через подобное поведение, через подобную реакцию пытаетесь себя защитить, пытаетесь выжить, пытаетесь найти компромисс в собственной личности, в собственной борьбе, если угодно, если можно так сказать. И это важный момент. Соответственно, причины этого, то есть, причины, по которым вы так себя ведете, которые могут быть самыми-самыми разными, какие-то из них могут быть вами осознаны, какие-то могут быть вам понятны, а какие-то нет. Какие-то причины вы можете знать, какие-то нет. И то, что вы сразу, сходу отсекаете, ну, возможные, возможные варианты, почему с вами происходит, то, что происходит, навевает на мысль о том, что возможно, 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 я говорю это специально, чтобы вы лучше понимали, да, возможно, вы не хотите решать проблему. То есть, вы психологически не готовы к тому, чтобы ее решать по факту. То есть, вам хочется, хочется ее решить проблему в теории. Хотелось бы, но что вы реально делаете для того, чтобы она решилась? Знаете, на что вы готовы пойти, пойти, что вы готовы себе изменить, что вы готовы подвергнуть критике, подвергнуть сомнению. Вот. И, ну, именно вот в этом ключе. Понимаете? То есть, если есть что-то, что вы заранее отсекаете, да, то это означает, что вы не готовы полностью раскрываться. А, в свою очередь, это снижает вероятность эффективной помощи вам довольно серьезно. Потому что получается, что психолог в данном случае следует не тому, что он знает, чувствует и видит, а тому, что знаете, чувствуете и видите вы о себе. Но ведь это субъективно, потому что вы можете быть не правы, вы не можете быть объективной. Вот. Понимаете? Какая история? Это то, что я хотел вам сказать. То есть, если вы готовы, если вы именно готовы признать позицию свою как позицию, скажем так, несколько неполную. В отношении себя, ну, раз имеют место быть проблемы, да, то, соответственно, можно работать. Если вы не готовы это признать, то, соответственно, работать, ну, вам, вы еще не готовы. Вы пишите, что в этом году исполняется 50 лет, но с подросткового возраста и до сегодняшнего дня у меня прослеживается одна особенность, в котором не даешь устроить личную жизнь, и это касается взаимодействия с мужчинами. Здесь по общему правилу, да, ну, это такое, знаете, общее правило, которое здесь вот, что если человек говорит, что ему что-то не дает построить отношения с мужчинами, да, значит, чем-то для него это полезно. Какую-то выгоду для себя он в этом видит. Именно выгода. Да, вы одна. Да, у вас нет мужчины, у вас нет семьи. Но вы получаете от этого какую-то другую выгоду. Какую выгоду вы получаете? Это уже вопрос. То есть, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что, ну, как бы, я как бы не знаю, да, вот, вас и, соответственно, не знаю вас, я не могу ответить. На этот вопрос. Ну, на вопрос о том, какую выгоду вы получаете. Но она есть, и именно она удерживает вас от того, чтобы, может, удерживать, точнее, от того, чтобы обратиться к психологу раньше. Давайте, поскольку вы не написали, вы не написали другого, да, то будем считать, что вы до этого не обращались никуда. Так, сразу скажу, что детских травм не было. Вы этого не можете знать. Родители мои до сих пор живут в любви и согласии. Они могут жить в любви и согласии. Это не означает отсутствие негативных посылов к вам. Это не означает того, что у вас, у самой, нет посылов. Вот. То есть, ну, это не означает того факта, да, того факта, что, ага, вы, не получили праву какую-то. Вот. Знаете, какая история. Так, откуда у меня эта программа, я не понимаю, и самое главное, как избавиться от нее. Понимаете, здесь фокус, фокус не в том, чтобы избавиться от программы, да. Здесь то, фокус в том, чтобы ее раскрыть, программу. Вот. Знаете, какая история. А, то есть, то есть, важно, важно именно, именно увидеть, что стоит за программа. Какие желания стоят за ней. И реализовать их, а не избавиться, то есть, подавиться. Знаете, а вы говорите, что у вас травм не было. Какие у вас не было травм, если вы избавиться как хотите. Не раскрыть то, что вам нужно, а избавиться от подавить. Суть в том, что мне может понравиться мужчина, но как только он начинает проявлять большое внимание, свою заинтересованность ко мне, у меня появляется чувство сильного отторжения к нему. А если он начинал вставивать в своих ухаживаниях, меня может просто вырвать. Ну, здесь, конечно, история неоднозначна совершенно. Оторжение. То есть, оторжение какое, как оно проявляется, раскрывается, на что оно, оторжение, я имею ввиду, похоже. То есть, ну, как вы это чувствуете, да? Вот вы говорите, что меня может вырвать. Хорошо. Хорошо. Но вырвать от чего? Ведь, эээ, вас же от чего-то вырвают, ну, тянешь вырвать. Именно от чего-то. Да? То есть, вот-вот. Ключевой момент. Здесь. От чего-то. Это мне что-то неприятно. Что мышское внимание вам неприятно? Угу. Нет. Я, если честно, так не думаю. Не думаю, что дело в нём. В мышском, внимание. Я думаю, что дело в том, что оно за собой влечёт, по вашему мнению. Это может быть и, эээ, например, ну, обесценивание секса. Да, это может быть отращением к сексу. Это может быть страх близости. Это может быть отсутствие восприятия себя, как, ну, как женщины, например. Да? Да, вот. То есть, все вот такие моменты, вот, которые могут служить, эээ, ну, которые могут служить, эээ, основой для того, чтобы вы избегали близости. Вот. Эээ, понятно. Да? Я надеюсь. Понятно. Да? О чём идти прежде. Так. Этот механизм сработал с первого моего свидания. Очень нравился мальчик, но как только он пригласил на свидание, у меня сработал механизм отторжения. Ну, эээ, соответственно, механизм отторжения, как и сказал мой коллега, нужно разбирать. Да? Эээ, потому что, вот, то, что вы описываете, этого очень мало, к сожалению. Вот. Для, для понимать, для понимания вашей ситуации, этого очень мало. Вот. Видите, вы, эээ, ну, вы считаете, что у вас в семье, да, всё хорошо, а механизм отторжения есть? То есть, противоречие, получается. Будь у вас в семье всё хорошо, да, если бы у вас в семье было всё хорошо, а вы бы чувствовали себя женщиной, вы бы не боялись близости. Вот. Понимаете? Какая история. Поэтому не то, что я говорю, не то, что я говорю, что у вас правда. Обязательно. Нет. Интересно, что вы сами об этом заговорили. А правда. Вот. На мой взгляд, это прям интересно, почему вы решили об этом сказать. Вот. Не то, что я считаю, что у вас правда. Просто я думаю, что не стоит, не стоит, не стоит, не стоит категорично отсекать какие-то возможные варианты. Снимаете? Вот. Потому что, потому что отсечь, да, отсечь. Ну, мне кажется, легко отсечь. А вот увидеть то, что, ну, то, что важно, это уже тяжелее. Вот. Поэтому, как я и сказал, как я и сказал, если вы хотите решить свои проблемы, то, что бы, ну, что бы у вас обношения, ну, все-таки, выстраивались, да, на хорошем уровне. Но для этого нужно что-то делать, для этого нужно работать и исследовать себя. Помогите пожалуйста разобраться, пишите вы. Поможем? Конечно поможем. Это наша работа, как не поможем, но нужно больше информации о вас, без информации о вас, без анализа, без анализа чувств, без анализа детско-родительских отношений, без работы с вами, ну вот. Нельзя сказать, что именно происходит, понятно, что это защитный механизм, понятно, что защитный механизм он призван вас от чего-то защищать, это понятно. Но от чего, непонятно, поэтому, вот, так что, так что, решайте, смотрите, думайте, вот, и соответственно уже, тем, исходя из этого можно будет выработать стратегию по работе с вами. Вот. Ну, а у меня на этом все, я надеюсь, что вам понравился мой ответ, надеюсь, что это было интересно для вас, надеюсь, что это было познавательно, я понимаю, что информации, в принципе, вы получили немного, потому что слишком общий у вас вопрос, вот, соответственно, вы можете либо задать еще один вопрос, где раскрыли бы, скажем так, более подробно свою субъективную сторону, вот. либо записывайтесь на личную консультацию к любому выбранному, выбранному вами специалисту, вот, и начинайте работать. Результат, результат обязательно будет. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. . . . . Продолжение следует...